Итак, мы продолжаем наш разговор о матче Лиги Европы между Спартаком и Лестером. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы поговорить сейчас о не совсем, наверное, футбольной теме, но тоже очень важной. Матч Спартак-Лестер выдался, конечно, сказочным, интересным, ярким, 7 мячей, драматические повороты сюжета, в общем, настоящее раздолье для футбольного болельщика. Но на трибунах присутствовали только россияне, потому что англичане на эту встречу не поехали, и этот нюанс, этот момент, скажем так, смутил многих. Потому что Лестеру предложили практически 700 билетов для того, чтобы их продать и реализовать в Англии среди местных фанатов, но в результате поехало меньше 30 болельщиков. В общем, какая-то странная ситуация, учитывая то, что англичане все-таки чаще всего ездят на выезды и стараются поддерживать свою команду, а вот здесь как-то не сложилось. И эта ситуация многим показалась даже скандальной, что вот это чуть ли не акция протеста против чего-нибудь. Кто-то считает, что это акция протеста против некого нашего расизма, что вот, мол, будут освистывать темнокожих футболистов здесь. Некоторые считают, что это связано с пандемией и так далее. В общем, давайте узнаем, что думают англичане по этому поводу, с чем они связывают отсутствие английских фанатов на этой встрече. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии британских фанатов на данную тему, где они рассуждают о том, почему Лестер остался фактически без поддержки. Ну а я сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BALTBET, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BALTBET, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Бильям Широс написал, я удивлен, что целых 25 человек собралось ехать в Россию. Я бы туда вообще не поехал ни при каких условиях. Так что удивительно, что хотя бы эти смельчаки отправились в Москву. Бентер. Все дело в необходимости получения виз. Как решить проблему? Да, очень легко. Нужно просто лишить Россию право участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Интересный вариант решения проблемы. Может быть и британцев тоже наказать за некоторые вольности, которые они себе позволяют. Тоже ведь вариант. Джон Юис Дэвидсон написал, «Просто добраться до Москвы – это целое приключение. Поэтому никто и не поехал». Интересно, а добраться до Азербайджана, например, что намного легче? Ну, туда, по-моему, английские болельщики ездили в последние годы. Каким-то образом добирались. Поэтому было бы желание. Бэблхэтт написал, «Кому, черт возьми, вообще может захотеться отправляться на выезд в такое место?» Ведь помимо того, что добраться до туда неимоверно сложно, местные фанаты наверняка еще и устроят вам взбучку по прибытии в Москву. Ну, это извечная тема. Злые российские ультрас, которые, как известно, только сидят здесь в Москве и ждут, когда приедут англичане, чтобы их избить. Ну, и эта, в общем-то, тема тянется еще, наверное, с чемпионата Европы в Украине, когда уже началась истерика касательно того, что на постсоветском пространстве повсюду сидят ультрас, которые хотят избить несчастных англичан. Роб Мэтьюс написал, «Я дважды летал в Москву на футбол, и оба раза получил удовольствие. Первый раз, в 2004-м, запомнился тем, когда мы поехали в отель, нас там на рецепции поджидало 10 точных копий Анны Курниковой». Ну, не знаю, видимо, стереотипные какие-то русские девушки светловолосые были. Наверное, на это намек. «Эдди, не могу винить болельщиков Лестера. В конце концов, такое путешествие встало бы им в копеечку, поэтому не стоит винить их за то, что они оставили команду без поддержки». Гаита-64. «Потратить целое состояние на то, чтобы посмотреть 90 минут футбола? Спасибо, это не для меня». Вы знаете, очень многие фанаты как раз тратят целое состояние как раз-таки для того, чтобы посмотреть 90 минут футбола. Поэтому странно, что англичане, уж такая футбольная нация, пишут подобное. Блю Манки. «Насколько же заманчиво ехать в Россию? Мне кажется, всем понятно, почему туда никто не поехал». Крейг Лайт. «Москва. Это один из самых интересных евровыездов. Лестер оправдывает свою репутацию. Они слишком боятся отправиться куда-либо, потому что понимают, что за них никто не болеет». «Ройал Мэджести. Разве 675 болельщиков Лестера вообще смогут собраться где-нибудь за пределами Англии?» Ну, то есть 675. Все-таки квот было у Лестера. Но продать и реализовать удалось всего лишь 25 билетов. «Зума» 66. Просто к тому моменту, как было решено, что болельщиков все же допустят на игру, стало уже поздно подаваться на визу. Странно, что никто об этом сейчас не вспоминает. Ну, все-таки нужно понимать, что сейчас, да, тяжелые времена, поэтому, возможно, и не получил Лестер здесь какой-то фанатской поддержки. Впрочем, как показывает практика, это не помешало им добиться победы. Увы и ах. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.